Редактор субтитров А.Семкин Огульная справа. Сегодня депутаты парламента уроженцы Гомельшины дали старт сбору сродков на будовнество мемориала у вёса Алла Светлогорского района. Премьера фильма. У Гомеля прошла презентация стушки, присвеченная Михаилу Калашникову. А зараз об этом и иншим больше подробятно. Митинги с боевыми салютами, парад войсковых подразделений у «Рашисты Сход». Сегодня у Гомеля прошли мероприемцию, промеркованную до дня оборонцев Альчины. Об самым важным и цикавым материал наших корреспондентов. Гэта свято объяднувая усе покаление. За свою гистору Беларусь не одной чы была ареной битвов. И за все ДНР оборону становились наши протки. День оборонцевой адчины – символ верности воинскому обовязку и самоданности своей родиме. Славы и величи у Збройных сил. Сегодня Беларусь имкнется выращать усе спрэшные пытанни за столом переговоров. Такая позиция приносит республице заслуженную повагу с боку инших краин. Разом с тым у нас компактные мобильные узброенные силы, сдольные супрэдстоять с учасным рызаком, поспяховы выращать в учебно-боевые задачи и оборонять территориальную целостность и незалежность Беларуси. Современное вооружение, техника, которая эксплуатируется и готова всегда быть использована по назначению. Но назначение – это в мирных целях. Используется только на полигонах, на учениях. Ну и в готовности дать отпор, если такая необходимость будет. Адметная риса мероприемствов этого дня – проведение митингов на знаковых местах. У склада венков и кветок на мемориале «Вечный огонь» – это данина поваги усим оборонцам Айчины, які отдали житцы за свободу родимые. Свою историю Узбройные силы Беларуси отличывают от дня створения рабочей селянской червоной армии. За минулые 102 годы ей неодноразово приходилось приймать удел у боевых деянех, демонструючи приклады соправданного героизму. Сучасные военнослужащие об этом памятают. На параде Гомельского гарнизона представники войсковых частей пограничной группы кадетского училища, специализованного лицея при Институте грамадянской обороны Республики Беларусь, военно-транспортного факультета Беларуського державного университета транспорта и военной кафедры Гомельского медуниверситета. Сегодня у высшейших научных установок города ведется подрыхтовка по 25 военных специальностях. Значный уклад у оборону краины уносит так само и мясцовые промысловые предприемства, при чем это тишится не только в сучасности. В областном музее военной славы разгорнута экспозиция, якая рассказывает об выпуску военной продукции у часы изнования СССР. Военная форма от Коминтерна, элементы авиационных руховиков с жидковицкого ремонтного завода, приемно-передающие модули для военных кораблей, вырабляемые на Гомельском радиозаводе, элементы систем супрозракетной обороны в творчестве Института механики металлополимерных систем. Когда появилось светлогорское химволокно, они выпускали нити, которые выдерживали полторы тысячи градусов, искусственные нити, вот обшивка космического корабля «Бурана» на наш знаменитый диапроектор, тоже это вся оптика, которая делалась лучше в Советском Союзе. У дельники великой очины для сучасного поколения военнослужащих узор самоданности, героизму и сопроводной любови до своей родимы у самых складанных ситуациях. Пришим оборонцами родимы тогда были не только мужчины. Женщинам на войне было еще больше тяжко, чем представникам мостной половы, а для того, как трапить на фронт, некоторые из них навыд и шли на хитрость. Ее никак не хотели брать в армию, женщина. Она переоделась и выдала себя за мужчину. Она была командиром танка до тех пор, пока ее уже на территории Германии не подбили немцы. И когда немцы подбили этот танк, из соседнего танка выскочили хлопцы, чтобы спасти, вытащить, вытащили ее. И только тут разглядели, что это женщина. Так Черняховский такой разгон всем дал. Как это так? Столько времени она у нас служит, и никто не знал, что это женщина. Мироприемства из нагоды Дня оборонцев Айчины и Узброяных сил Республики Беларусь у Гомели завершаются урожистым сходом. Ветераны Узброяных сил, существенные военнослужащие, проставники органов улады и громадских организаций. Усеяны оборонцы Айчины. Якой бы великая ни была роль техники, основа армии, я е люди. У Беларуси яны есть. В рамках святкования Дня оборонцев Айчины сегодня на Гомельшине начались встречи с удельниками Великой Айчины войны «Живое слово ветерана». Мобилизация и первый день на фронте – самые тяжкие хвилины войны и радость перемоги. Со студентами Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны с устрелся Михаил Рычков. У «Червоной армии» он был призванный в жевне 42-го года после закончения военного училища. Боевый шлях начал на Курской дузе. Сегодня на кителье ветерана два ордена «Червоной зорки», орден Великой Айчины войны, медали за перемогу над Германией, за боевые заслуги и за отвагу. У 2000-м он был ознагарожен так само орденом Пашаны Республики Беларусь. Для студентов рассказ ветерана жива история. Зараз в интернете шмат информации, але и она не завсюди правдива. Недавно Михаилу Рычкову спомнилась 96 годов, але йон добра памятая военной падеи. Рычим ветеран не только делится успоминами, але и шмат робить для увековечивания памяти загинувших. Один из буйнейших проектов, реализованных по его инициативе, открытие помника 264 землякам на роддиме Михаила Рычкова, увез в Великий двор Балагодской в области России. Мне дали оркестр, дали военную, солдат, все, я их приурочил к этой колонии и с оркестром, с солдатами, пришли к этому памятнику и торжественно открыли. Знаете, я столько благодарности за свою жизнь не получал. Сегодня депутаты парламента уроженцы Гомельшины дали старт сбору сродков на обудовництво мемориального комплекса на месте спаленной вёске Алла Светлогорского района. И они перелешили сумму на доброженный рахунок для створения нового места памяти. Нагадаем завтра в области пройдет субботник. Проставники органов лады, организации, предприемств и установ будут альбо опрацовать на рабочих местах, альбо займутся доброупорядкованием своих городов и вёсок. Парламентары от Гомельской области так само долучатся до мероприемствов. Однако свой перший клад у створения мемориального комплекса Алла я не зарабили уже сёння. Мы, депутаты парламента, своим примером даём старт областному субботнику по сбору средств на этот мемориал, который позволит в памяти молодёжи сохранить всё то, что испытал наш народ. В сегодняшнем мире мы слышим очень много и часто вооружённые конфликты, которые, ну, в общем-то, дают толчок к тому, чтобы вспомнить всё-таки, что было в Великую Отечественную войну, и что мы сегодня, как раз наше поколение, не должны допустить повторения таких зверств, сколько было убито людей. Мы, белорусы, как никто другой это знаем. Я считаю, что строительство таких мемориальных комплексов – это лишний раз, скажем так, нас подталкивает к тому, чтобы мы решали всё только мирным путём. Мемориальный комплекс увековечить память об усих населенных пунктах нашей в области, знишенных огнём фашизма в годы Великой Отечественной войны. Ах, верами этих трагичных падей стали мирные, не вшим неповинные люди. И заховывать память и правду об этом, значит, не повторить и не допустить подобного в будущем. Даже сегодня депутаты Национального схода Республики Беларусь завершили работу в округах. На протяжении дня они состракались с коллективами предприятий и организаций, а так же проводили приемы граждан. Депутат Палаты представников Национального схода Ирина Довгала опущенную на этот день сострежу провела в областной клинической больнице. Час собраны ранне, покульне распочались операции, частка коллективу «Свободная». Колонная тема диалогу, переутворения, які отбыліся Украине за опущенную 400 годзе и распроцовка новых законодавших актов, накерованных на створение больше сприяльных умов для субъекта господарания. От карток покупников с талонами на кожный вид товаров, пустых полица у крам и инфляцию сотни процентов, до стабильности и отсутности дефициту. У медицине позитивные изменения так само отбыліся. Одно з подтверждений у тому – Гомельская областная больниця, яка зараз являється сучасной шмат-профільной установой. Але це не значить, що резервів для повышення эффективності роботи господаршого комплексу більш нема. Зараз у парламенті розглядаються нікалькі законопроектів, які закликані створити більш сприяльні умови для дзейності розних галін. Ця рутыха і законопроект об ахові здоров'я. Для депутата уважна пашуць меркаванні спеціалісты у нас тады і яго падрыхтокі. Це професіоналі. Вони знають, що на сьогоднішній день в цій чи іншій нормі закона роботає чи не роботає. І треба це вміти, розуміти і донести, що частина такої-то, в такій-то статті, треба буквально два слова замінити, і це повністю поміняє роботу закона. Допустим, другий вопрос. Зараз, опять-таки, розматривається законопроект о хозяйственних обществах. Ти пока не сталкиваєшся з цим, ти не будеш знати цих тонкостей. А непосредственно те, хто роботає з цим, у нас там є і ОАО, і ОДОО, і так далі, і так далі. Каждая буквально ниточка імеє своє значення. І це дуже важливо. Робота в округі – це настояще зерно, котре десь дати свій результат. Роботу со зворотами громадян і Юры Особу в 2019-м годі сьогодні розглядали під час посаження Гомельського Гарваканкама. Це один з найголовніших показчиків еффективності дзінності місцевих уладів. Коли пора новість в 2018-му, в 2019-м гомельшанні краху менш зверталися з питаннями і проблемами у Абл-Ваканкам і Комітет Держконтролю. При гадому адрес адміністрації президента і Савета Міністрів зворотів стало більш, як і у сам Гарваканкам. Усюд шастей гомельшанні дають сперевагу електронним зворотам, однак і письмовых менш не становиться. А вось особисто ті по телефоні до керівництва Гарваканкама жахары обласного центра зверталися не так активно, як год тому. Основные темы – неазменні згода у год. В рейтинге по популярності, конечно же, занимають обращення, связані з жилищно-коммунальним хозяйством. Дорожним хозяйством. Достаточно высокий удельний вес имеють обращення, связані з архітектурою і строїтельством. Це естественно. Наш город розвивається. Требування у гаражан достаточно высокі. К уровню комфорта, к уровню тех услуг, які оказываються различними організаціями города Гомеля. Высокий удельний вес имеють обращення по вопросам торговли, землеустройства. Однака, ми сьогодні отмечаємо, що по ряду з перечисленних направлених у нас наблюдається некоторе сниження. І це є підтвердженням того, що деяцільність построена в нужному розслі. На посяженні гарвиконкам'а затвердзіли план мероприємства, які допомогуть осаність роботу держоргану зазворотами громадян. Це дасть максимальність повысити її ефіктівність. Прома і телефонній ліні з простонниками мясової улади продують 22 лютого. У Гомельскі мабл-выгонками на питанні громадян відкаже керівник справ Олена Клішковська. Телефон для сув'язі 33 12 37. У гэты шанс праймай званки буде намеснік старшини Гомельська гагар-выгонкам'а Сергій Андрею. Нумар телефона 51 45 58. Прома і ліні як звичайно працює з 9 до 12 годин. 38 шаловек у тяжкій життєвій ситуації отримали допомогу у Гомельськім крызніснім центри за 2019 год. Шотверим одновили пашпорт, 12 – працю уладкавали. Троїм оказались однішини у отриманні групи інвалідності. Така інформація огучена на пастяженні президиума обласної організації Беларуского товаріства «Шервоного крыжа». Зараз гэта структура вклюшає 25 районних організацій і омаль 1300 пярвішок, які об'єдновують більше 200 тисяч шаловек. У регіоні працюють едукаційні центри для дятей, які знаходяться у соціально небезпечнім становищі. Служба допомога, доглядаю людей, сталага узросту на дому. Няні-мамы патримлюють дятей-сирот у бальницах. У рамках проекта «Развиті потенціалу для працю уладкавання» открыты шість інформаційних центров. Набирая обороты, проект по здоровому і активному старинні. По напрамку соціально-медицинській допомоги беженцям і особам, які шукають притулку у Беларусі, садініші не отримали більше за 150 громадян – Сиры, Кубы, Індії і Афганистана. Все літа у Гомеле планують открыть соціальну столову і выходного дня для дятей-беженців із маломайомасних сім'ів. Ішла розмова і про інші проритетні накерунки дійності. Главне направлення, яке сьогодні буде вистраувати Красний Крест в преддвері столетия Красного Креста – це создання інтегрированной системи допомоги, прежде всього, лицам пожилого возраста на дому. Це наші проритеті. І виполняти те поручення, які ставить перед нами наше правительство, і в тому числе глава держава, коли сформулировав всеобуч по первій допомогі. І в условіях, і в тому числі демографіччя ситуація, коли ми говоримо о постаріні насеління, о цінності каждої жизні, і обучити дати навыки, дати те правильні інструменты, які ви позволили сохранити цю життя – це дуже важливо. Почас посаження лепші супрацівніки «Червоного Крыжі» отримали подяки від управління Ховы Здоров'я і Комітету по працю, занятості і соціальній обороні Абл-ВКНКАМА. Окрім тагога, народовими грамотами і подяками відзначені громадські діячі, прадпраємствы і організації, які оказываюць підтримку і спонсорську допомогу «Червоному Крыжу». Оригінальна профілактична акція ДАИ і МНС, промеркованная до дня оборонців Альчини і Узбройних Сил Республіки Беларусь пройшла сьогодні у Гомеле. Віншовальний екіпаж розмістився на площі Ленина. Раніце й он приступив до приємной місії. Дзявшаті офіцери віншовали мужчин-водителів і врушали їм корисні подарунки. При цьому кожному напомніли і про необхідність неухильного виконання правилобезпеки. В інтернеті було написано, щоб йти по радіо, була інформація, щоб… А що бояться? Якщо нарушаєш, то треба бояться. Очень красиво, симпатичні девушки. Ми чуть шею не свернули, поэтому ми були раді, що нас остановили. Нужно почаще такі акції, щоб штрафувати. Поднімають настроєння. Напередодні дня оборонців Альчини на екрані кінотеатру в області вийшов новий російський мастацкий фільм «Калашнікаў». У Гомеле відбулася презентація кіноновинки. У фойе кінотеатра експозиція боєвої зброї часу Другої сусвітної війни з фонду обласного музею воєнной слави. Музичне супроводження зав'язпешував воєнний оркестр Гомельської пограничні групи. Своє мастерство володання зброї демонстрували простовніки силових структур. Тим часом глядаши могли не тільки поназірать за дійством, але й підтримати у руках легендарну зброю і сфотографуватися з їй. Далі їх шагав прем'єрний показ фільма «Калашнікаў». Зараз кіностушка демонструється у Гомельськім кінотеатрі ім'я Калініна, а так само у Мазыры, Рогашові, Калінкавічах і Будокашалєві. С 27 лютого картина выйді на екраны Гомельськага кінотеатра «Містері Сінема» і Рэшіцкага «Беларусь». Телераду компанія «Гомель» запрашає долучиться до своєї команды. Телеканал «Беларусь 4» «Гомель» обв'язці ў кастаных ведучих інформаційных программ. Потрабування доудельнікаў – высшайша аддукація, добрая дыкція, талегінішная знешність. Заявку з короткой виді презентации, пожедана на беларускай мові, можна отправіць до 29 лютого на електронный адрес, які вы зараз бачите на своїх екранах. Гэта інші новіны, інформація проєктах в Телераду компанії «Гомель» вы можете знасти на нашім сайті ў інтернеті па адресі www.tvrgomel.bain. На гэтам ўпуск завершаны. Усяго добрага і до зустрічі у ефіра. Де-факто на телеканалі «Беларусь 4» в студіе Александр Гамоля. Здравствуйте. Спасателі-осводы і работнікі Гомельського городського отдела по чрезвычайным ситуаціям провели совместне учення. На акватории Новобелецкой спасательной станції они отработали алгоритмы взаимодействия показанию помощи утопаючим. Це вже не перший опыть совместной роботи. С конца прошлого року тактика «Командне учення» проходит по всей Гомельській області. Сьогодні в рамках «Единого дня» безопасності отработка осуществлялась в Добружському, Петриковському, Светлогорському районах і Гомеле. Погода в этом году своеобразна. Периодически лед сковывает затоны. Мы наблюдаем рост гибели людей в отношении с аналогичным периодом. У нас уже превышение на 4 случая. Люди идут к воде, рыбачат. Это накладывает свои, естественно, особенности. Вот именно такой вот переходный период, очень сложное условие. Мы сегодня практически хотели смоделировать, чтобы вроде бы зима, а работаем как бы в летних условиях, но в специфических погодных условиях. То есть это стыло, ветер, холод, остатки льда, кромка. Поэтому и применяется современная техника. И условия добраться до человека по такому хрупкому тонкому льду очень специфические. По сценарию учений два рыбака перевернулись на лодках и оказались в ледяной воде. Маневрена поисковая группа освода на катере «Пиранье». После получения тревожного сообщения спешит на помощь к утопающему. В условиях, приближенных к реальным, рыбака удалось вытащить из воды не больше, чем за минуту. В действительности же счет идет на секунды. И все зависит от оперативности сообщения об утопающем. Температура воды сейчас 2-3 градуса. И если нет спасательного жилета, человек минут через 5-10 просто коченеет, не сможет двигаться и утонет. Если есть спасательный жилет, то у человека есть возможность добраться до берега самостоятельно. Не останься равнодушным. Сотрудники ГАИ провели эксперимент, в котором попытались выяснить, готовы ли водители прийти на помощь к пешеходу. Для этого они положили у обочины дороги манекен, напоминающий человека, пострадавшего от наезда. А сами ввели подсчет автомобилей, водители которых проезжали мимо или останавливались, чтобы позвонить экстренным службам. Подобных экспериментов ГАИ Гомельской области не проводило уже 5 лет. С целью анализа изменения уровня культуры водителей, привлечения внимания общественности к проблеме пешеходного травматизма, а также готовности водителей прийти на помощь пострадавшему, и задумывалась данная инсценировка. В итоге только 25% автомобилистов не остались равнодушными к лежавшему на обочине пешеходу, роль которого выполнил манекен. Эксперимент проходил на Черниговском направлении трассы М8. За время проведения эксперимента из 50 машин, проезжавших в двух направлениях, остановилось 14 водителей, которые подошли и поинтересовались, что происходит. По телефону 103 позвонило 2 человека, по телефону 102 – 4 человека. Отсюда следует, что мало граждан реагируют на такие случаи. Хотелось бы больше людей, чтобы обращали внимание на то, что творится на дороге, на пешехода, который лежит, либо который двигается по проезжей части в темное время суток без этого возвращающего элемента, чтобы хотя бы, если они не могут остановиться и помочь человеку, набирали по телефону экстренной службы. Это 102, 103. И тогда мы выйдем, либо скорая помощь, и окажем помощь данному человеку, тем самым сохраним ему жизнь и здоровье. Судья Советского района Гомеля сегодня огласили приговор по уголовному делу в отношении 11 человек, которые обвинялись в серии преступлений коррупционного характера. В регионе действовала преступная группа, которая на протяжении нескольких лет фактически обворовывала госпредприятие. Ущерб исчислялся сотнями тысяч рублей. Сложная схема позволяла поставлять запчасти для техники по стоимости в 10 раз выше рыночной. Премии распределялись между участниками организованной группы, шли на взятки должностным лицам за обеспечение заявок по завышенной стоимости. В преступную схему были вовлечены руководители нескольких сельхозпредприятий. Одного коммунального и одного промышленного предприятия, индивидуальные предприниматели и неработающие граждане. Приговором суда они получили от 3 до 10 лет лишения свободы. 100 тысяч рублей им придется возместить. Это все новости выпуска. Я Александр Гамоля благодарю за внимание. До свидания. Рыся открыли счет на третьей минуте и не упускали лидерства до финальной сирены. Итог 6-2 в пользу команды Сергея Стасия, которая занимает 5-е место по итогам регулярки и получает в первом раунде плей-офф «Динамо» молодечно в сопернике. Зубры накануне на выезде обыграли Жлобинский «Металлург» 4-2. Столевары выше 6-го места уже не поднимутся и в четвертьфинале сразятся с «Сарегорским шахтером». Первые поединки стадии плей-офф пройдут 27 и 28 февраля. Кстати, завершится регулярка по лесским дерби. «Гомели» и «Металлург» закроют гладкий чемпионат матчем на льду Столеваров 24 февраля. Матчем в Светлогорске сегодня стартовала игровая программа очередного тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. ЦКК встречался со столицей. Оставшиеся матчи пройдут завтра. «Гомельская ВРЗ» в Минске сыграет против охраны «Динамо». Параллельно в «Гомеле» на парке спорткомплекса «Локомотив» выйдут вторая и пятая команды чемпионата. Встреча «БЧ» и столичного дорожника начнется в 14.00. Это центральный матч тура. «Гомельские любители футбола» также не останутся без зрелищ. Футбольный клуб «Гомель» завтра проведет спарринг с «Сарегорским шахтером». Игра пройдет на стадионе с дюшер номер 8. Начало в 14.00. Часом позже в крытом манеже стадиона «Луч» стартует игра между «Реченским спутником» и «Оршей». «Гомельский локомотив» играет на выезде соперник «Могилевский Днепр». В помощь Дмитрию Ходасу матч чемпионата Беларуси по волейболу между «Гомельской энергией» и «Западным богом» будет благотворительным. Все вырученные от продажи билетов деньги пойдут на реабилитацию тяжелоатлета Дмитрия Ходаса, который получил тяжелую травму. Матч пройдет завтра на арене спорткомплекса «Локомотив» начало в 17.00. В турнирной таблице энергетики на третьей позиции. Брестский коллектив на пятой. Женская команда гонбольного клуба «Гомель» завтра также проведет очередной матч чемпионата страны. Коллектив «Томожичатера» ждет в гости городничанку. Игра пройдет во дворце игровых видов спорта начало в 14.00. «Гомель» возглавляет турнирную таблицу соперницы на третьем месте. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». 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 «Беларусь-4».